Условный утопленник Василий ждёт помощи. На манекене будут тренироваться спасатели баз отдыха Уссурийска в рамках специальных учений. Первыми реанимировать пострадавшего приступают работники берега детства на Солдатском озере. В своей очереди ждут спасатели из Борисовской благодати и Лотоса из Дубового ключа. Задача – провести непрямой массаж сердца и лёгких. Всё под надзором медиков. С какой частоты качает? 120 ударов. Согласен, на какую глубину давишь? 5 сантиметров. Так, качай. Работники скорой помощи здесь же объясняют, чем отличается спасение утонувшего ребёнка и взрослого. Малышу в первую очередь нужно провести искусственную вентиляцию лёгких, а уже потом вызывать скорую. Если человек взрослый, сначала зовём медиков, потом реанимируем. Нюансов много. В итоге помочь манекену получилось у всех. Утонувший Василий условно ожил. Людей приходится спасать из-за того, что злоупотребляют спиртными напитками, лезут пьяными в воду. В основном это происходит под вечер. Ну, мы смотрим за такими людьми, конечно, оказываем помощь. Ну, как правило, до таких моментов, как непрямой массаж сердца, до такого не доходило. Они сразу приходили в сознание. Следующий этап учений. Тонет человек. Роль жертвы играет буй. Спасателям нужно как можно ближе подкинуть к поплавку круг и конец Александрова. Специальный плавучий тонкий корабельный трос. Директор берега детства на Солдатском озере показывает все необходимое для открытия купального сезона. Здесь спасательная вышка. На ней бинокль, громкоговоритель и аптечка. Рядом лодка. Пока без мотора. Двигатель прикрепят, когда в Уссурийске официально объявят о начале сезона. Кстати, по закону, только тогда же и начнут свою работу спасатели. Пока не организован купальный сезон, пока не организована проверка здесь состояния качества воды, санитарной и берега, Росприроднадзором, мы не имеем права, и в том числе собственник этого места отдыха не имеет права организовать купальный сезон своим решением. Поэтому пока каждый человек во время отдыха на воде сам отвечает за себя и за своих детей. Кстати, таблички «Купание запрещено» установлены на всех базах отдыха Уссурийска. Отчаянные все равно находятся. Совсем недавно двух человек приходилось спасать спортсменам-гребцам на Солдатском озере. Официальная же статистика говорит, семь тонущих удалось вытащить из воды силами спасателей в прошлом году.